Я в эфирном пространстве Перешла на рабочий уровень Размораживаю ситуацию в том моменте, который покинул Проверяю сейчас ментальную карту Контракт на это воплощение В секторе интерферентов оставлены две банки Вот Интерференты переданы В секторе магии намного посвободнее Если хочешь, можешь сейчас Давай проверим Была ли привязка к церковно-магическому агрегору? Да, была Сейчас убрано Да Но не совсем Давай, просто на панели принятия решений И изменишь свое решение Оно принималось тобой в осознанном возрасте Поэтому Может так случиться, что Да, проверяем сейчас просто эти моменты Да, она изменяет свое намерение Подключаться к церковному агрегору Возвращая туда этот символ Как символом чего-то светлого может быть Может служить распятие Это же настолько абсурдно Человека пригвоздили и это символ чего-то светлого Ну, это просто Не знаю, как это не очевидно Для многих людей Что-то здесь не так Ладно бы что-то живое Что-то процветание Символ процветания какого-то Символ любви Это Она призывает всех, кого приобщила к этому агрегору Спросит у них прощения Вот все свои взаимодействия И с папой Да, она показывает мне конкретно просто Я обращаю в мою И вот это подробнее покажу Да, делает Делает Я прошу сейчас подойти Основную проекцию Георгии Да, он здесь Поверяю эфирная ДНК Я, говорит, не уходил далеко Я здесь А ты не уходил далеко? У тебя нет такой возможности уйти далеко? Есть Есть возможность Ты в настоящее время свободен? Да То есть Вот то, что дочка Пригласила батюшку И Исповедовался Это не повлияло, верно? Верно 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 Он говорит Мои мысли были уже об ином Намерение было сильно Но это помогло мне войти в состояние покоя Оказало благотворное воздействие в конечном итоге Он говорит, я всегда был свободен от этого И поэтому Как бы в последний момент Сделанное в последний момент Не возымело такого действия Которое могло бы быть Но частица твоей души была Украдена Вот такая Да, была Востребую Вообще отовсюду Рассоветись И пересмотри Все твои прожитые тобой сценарии Все те реальности В которых ты был Пересмотри С точки зрения свободной души И завлеки себя Из этих негативных взаимодействий Или взаимодействий с негативными структурами Да, он декватывает Увеличивается просто ростом Просто вырастает проекция на глазах И возврати все чужеродное Что было привнесено в твои поля Да, делает Я еще раз проверяю, свободен ли Свободен, он крыльями взамахивает Он свободен Он вышел из матрицы Из земной матрицы вышел Говорит, поэтому я без затруднений могу Взаимодействовать с моими родными С теми, кто помнит меня Кто призывает меня Кто желает общения со мной Он показывает, что он как наставник Что ли, вот как-то Как информационная поддержка Как энергетическая поддержка Есть намерение приходить на землю воплощении Да В ближайшее время Нет Позднее Позднее Насколько позднее Он показывает, что это не окончательно Еще принятое решение Но Шесть Ну, в пределах десяти лет Ближайших Он как будто ждет Какого-то момента Какой-то отмашки Когда можно будет Действительно войти Без значительной блокировки Памяти души Он говорит, что Условия Изменятся Уже в ближайшее время На планете И Станет возможным Массовое Массовое воплощение Массовый приход Тех душ Которые Будут вырастать Не заблокированными Как это было ранее Понятно Хочешь ли что-то сказать Своей дочери? Моя крошечка Он почему-то Вот как к маленькой И относится Как к маленькой И обращается Как совершенно маленькая Взрослая Женщина И вот сейчас Я наблюдаю проекцию Такая Громадная А вот Он прям Крошечка Он говорит Все относительно Показывает Что У него Вот желание Как бы Заключить Сферу Своих объятий Что ли Вот Вот Такой Он просит Прощения Он говорит Что он готов Забрать Все свои Негативные Воздействия Их последствия Из-за Ее Энергосферы Да Он забирает Их Аннигилирует Растворяет Потому что Они принадлежат Ему Он забрал Все это И Екатерина Также забирает И тоже Просит Прощения У него За то Что провоцировало Его За то Что вызывало Его Недовольство Его За непослушание Своей Одесский И И Вот Тот Случай Она Тоже Вспоминает Тоже Простит Невопросение Гладит Ее По голове Георгий Гладит Ее По голове Он Говорит Это Я Говорит Тебя Спровоцировал Да Они Благодарят Друг Друга За Опыт За Уроки И За Опыт Хочешь ли Георгий Что-то Сказать Екатерине Она Знает Как Сильно Я Ее Люблю Так Было Всегда И Она Это Знала Всегда А В Настоящее Время Скажешь Что-нибудь Говорит Что Она Дает Мне Раз За Разом Поводы Гордиться Ею И Гордиться Своей Ролью Отца С Которой Я Не Без Погрешности Она Все-таки Справилась Да Он Благодарит Сейчас Меня Благодарит Екатерину Покидает Политен И Мы Возвращаемся Смотрим Взаимодействие Со всеми Кого-то Вовлекало Во взаимодействие С Религиозным Эгрегором Да Она Убирает Сейчас Привязки Эмоциональные К этим Людям Производит Полный Энерго Обмен Да Информацию Жим Дала И Поэтому Сейчас Она Просто До конца Наводит Порядок Да Она Говорит Что Любит Каждого Из Них И О том Что Знает Путь Знает Путь К Тому Богу Который Внутри Сердца Каждого Из нас Да Благодарит Всех За Уроки И Опыт Провожает Закрывает Портал И Взаимодействие С Эгрегором Частицы Души Все Изъяла Востребовала Свои Да Когда Магический Эгрегор Провожала Она Полностью Энерго Обмин Произвела Сейчас Просто Она Сделала Все Подробно Подробно Потому что Были Задействованы Другие Люди И Отменила Полностью Свои Своё Соприкосновение С этим Эгрегором Да Проверяю Был ли Контракт Подписан Контракта Не Существует Было Согласие Еще Не Ну Как Не Положенное На Бумагу Было Согласие Хорошо Хорошо Да Все Она Завершила Эту работу И Дальше Давай Посмотрим В секторе Магии Мешает Лишь Что Посмотреть Нам Когда И При Каких Обстоятельствах Ты Подписала Контракт На Это Воплощение Есть Лишь Что Нет Ничто Ну В таком Случе Давай Отправимся И Ты Не Покажешь Да Мы Перемещаемся Первое Что Ощущаю Это Боль В чем Даже Сложно Определить Что Болит Больше Какая Это Травма Травма Значительная Травма Тела Просто И И Скалечена И Она Дальше Не Показывает Я Просто Нахожусь В этом Состоянии Я Еще Не Вижу Какое Тело Тело И Я Просто Воспринимаю Себя Внутри Она Транслирует Мне Таким Образом Что Я Как будто Нахожусь Внутри Из Из Уродованного Тела И Вот Проживаю Эту Боль Не Так Интенсивно Как Это На Физике Информационно Как Но Я Ее Испытываю Вот Она Показывает Мне Это Больничная Палата Узкая Такая Железная Койка Подходит Медсестра Такая Лет За Тридцать Женщина Она Подходит Просто Посмотреть Дышит Не Дышит Пульс Проверится Она Просто Констатирует Что Еще Жива Женщина Женщина Жива А какая Это Медицинская Помощь То есть Что-то Операция Какие-то Повязки Повязки Есть И Зафиксированы Кости Но Это Это Не Исцеление Это Как Говорится Врачи Сделали Что Могли А На самом Деле Это Безнадежно И вот Боль И осознание Того Что все равно Все Безнадежно Все равно Конец Близок И Вот этот Холод Холодный Холодный Страх Страх Небытия Страх Перехода Страх Смерти Страх Непоправима И что-то Упущено Что-то Упущено Что-то Недоделано Кто-то Не знает Нужно Сказать Нужно Сообщить А говорить Можешь Нет Нет Говорить Не может Нет Это Бред Это Нет Она Не может Говорить Там Потому что Еще есть Черепно-мозговая Травма И Проверяю Я С какой Стороны Поврежден Мозг Так Сейчас Все Зеркалит Сейчас Смотрю Сейчас Со стороны Посмотрю Так Правая Сторона Да И вот Так Я чувствую Что с Правой Стороны Пульсирует Аж Боль И вот Когда Смотрю Да Это Правая Сторона И Вообще Правая Сторона Травма Это Автомобиль Авария Автомобиль Ехала В автомобиле Да Ехала То есть Это вот Уже 20 век Ну Показывает Автомобиль С открытым Верхом Вот Из этих Старинных До Военных Еще Или Даже Я не знаю Начало 20 века Открытый Такой Автомобиль С Открытым Верхом И он С дороги Съезжает На скорости И Переворачивается Поэтому Голова И тело Тоже Искают Но Первый удар Как бы Пришелся На голову На пассажирском Сиденье Впереди Сидела Женщина А водитель Вот Был За рулем И не Справился Как-то С управлением То ли Уходил От столкновения Что ли Ну вот И там Не просто Кювета Там такая Дорога Интересная Что-то Вроде Серпантина Не очень Такой Не очень Высокие Горы Но все-таки Местность Неравнинная И не просто Там Кювет Небольшой А Серьезный Перепад Высот Хорошо И дальше Что произошло На тонком плане В этом моменте Покажи Что происходит Но на тонком плане Она показывает Что именно До выхода Из заплачения Подписывает Контракт Какие мысли Какие эмоции Испытываешь В данном моменте Агима Боли Незавершенность Нужно было Еще что-то А кто для тебя Этот мужчина Который тебя Жених Да Девушка Или бы уже была замужем Сейчас я переспрошу Мне возраст даже Не определить Это Просто на зале Свой возраст Сколько тебе было 23 Почти 24 года Да А парень за рулем Был твоим женихом Да Да Какая мысль Все-таки Жив ли он Знают ли родители Непоправимо Непоправимо То есть Мысли были одни А вот это все Все утрачено Непоправимо И хорошо И что предлагают тебе В контракте подписать Обещают Сценарий Такой Что Все успеешь Множество событий Что не было Исполнено Тогда Все у тебя будет То есть Тебе пообещали Благоприятные Сценарии Верно В этом сценарии Была Предусмотрена И прописана Потеря Первенца Да Была Какой же это Благоприятный Сценарий Она согласия Или не дочитала Она сейчас Как будто Перелистывает Страницу Какого-то документа Она находит Этот Пункт Видела Ты этот пункт Когда подписывала Нет Он был Вписан Позднее Да Уже Это одно Основание Для Расторжения Контракта Так ли Это Да Ну давай Тогда Посмотрим В моменте Подписания Контракта С кем Ты его Подписываешь Инсектует Все-таки Инсектует Что он такое Почему Почему Сейчас он выглядит Как инсектует Потом как гусеница Вот начиная с твоего детства А потом снова Переродиться Решил Это что за Трансформация Что это за Метаморфоза Такова его Жизнедеятельность Давай-ка Просканируем Или он уже Вторичный продукт Вторичный продукт В таком случае Давай-ка мы с тобой Проявим того Кто на самом деле С кем ты на самом деле Подписывала контракт Давай на счет 3 Просто призови его 1, 2, 3 Да Вот теперь я вижу А вот тот Который был Личинкой Или гусеницей Это как бы Его копия Это его копия Оставленная В энергосфере На взращивании Ничего себе А какую Функцию Выполняла Эта личинка Эта гусеница Влияла ли она На сновидение Говорит сейчас Екатерина Что нет На принятие решения Косвенно влияла На настроение В моменте Принятия решения Влияла ли она На эмоциональный Фон Вот эти Панические Атаки Его в рук дело Да Состояние Вот этого Страха Подавленности Депрессии Велотекущего Стресса Да Это его все Продукты Его Жизнедеятельности Это его энергии Они нужны ему Как раз для Произрастания Для того Чтобы он мог Функционировать Ему нужны Эти энергии Поэтому Мысли Подбрасывались Он Продуцировал Некие мысли Подкидывал мысли Которые влияли И вот Управление Гормональным фоном Управление Нервной системой Как рычаги Такие Понятно Хорошо Это мне понятно Итак Вот сейчас Давай Эту Сущность Которую Ты призвала Также Отключаешь Подачу Своей энергии И также Блокируешь В эту же банку Угу А я сканирую Сейчас Это Инопланетная Суть Да Инопланетянин Еще раз Проверяю Это его Основная Проекция Да Хорошо Это понятно Боля Твоя Теперь Ты Можешь Перепрожить Этот момент Все это Свое Воплощение Давай Посмотрим Момент Когда Все-таки Произошла Авария Чем Это было Связано На Энергетическом Уравне Влиял ли Кто-нибудь На водителя Влиял ли Кто-нибудь На вашу Поездку Да Рассмотри Внимательно Ну Минимум Две Сущности Вне Энергосферы Они просто Над машиной Они просто Над машиной Они как будто Отвлекают Водителя И А вот здесь Торможение Идет Его Реакция Отвлечение Затем Торможение Его Реакция То есть Этого Могло Не быть Если бы Не было Спровоцировано Если бы Он не отвлекся За рулем И вот Критический Момент Да Встречная Машина И нужно было Уступить Дорогу Но он отвлекся И поздно Увидел И затем Действительно Вот это Опоздание На долю Секунды И привело К аварии То есть Если бы Не интерференции То Этой Аварии Просто Могло Не Проверяю Сейчас Так ли Это Да Так и У тебя Это Воплощение То Воплощение Было Без Контракта Да И тем Не менее Они грубо Вмешались В твой Сценарий Бытия Хорошо Понятно Давай Сначала Перепроживем Или Схлопни То Воплощение Как Тебе Будет Угодно Так И поступи У нее Какое Особое Отношение К этому Молодому Человеку Реально Особое Отношение Она Не схлопывает Своё Воплощение Она Очень Бережно Относится К тому Что между Ними Было Это Важно И она Очень Хочет Это Сохранить Чтобы В памяти Его Души Остались Эти Картины Эта Любовь Эта Взаименность Давай Ка проверим В настоящем Воплощении Этот Молодой Человек Зачем Это Его Уже Да Да Кем Он Для Тебя Является В этом Воплощении Перепроверяю Не могу Сказать По той Причине Что Это Нужно Трижды Перепроверить Это Владислав И Обоснование От Интерферентов Было Мелким Пунктик Они Они Унесли Впоследствии Еще Не Видела Этого Сама Екатерина Они Обусловили Таким Образом Он же Убил тебя То есть Вот Та Неосторожность Допущенная Водителем Тогда И В Этом Воплощении Опять же Они Эту Ситуацию Провоцируют Для Того Чтобы По их Мнению По мнению Интерферентов Возвратить Статус Кво На самом деле Идет Взаимное Усиление И завязывание Кармического Узла Так Понятно Хорошо Это Я Поняла Еще раз Перепроверяю Так Лето Да Еще Один Момент В Настоящее Время Душенька Владислава Воплощена Да Или Нет Да 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 Знакома Литый Екатерина С Тем Человеком Воплощена Душа Владислава Да Сейчас я Перепроверяю Еще раз Еще раз Перепроверяю Идет И да И нет Сейчас Мне надо Очень точно Знать Поэтому Если это Нет То нет Учти Что мне Все равно Какой ты Ответ Дашь Мне важно Чтобы он Был Истинный Поэтому Просто Покажи Мне Изображение Этого Человека И назови Его им Кто он Для тебя В настоящее Время Говорит Словно Дочь Это Алена Да Это Алена Еще раз Перепроверяю Так ли Это Да Хорошо Я хочу Призвать Сюда Сейчас Основную Проекцию Владислава Основная Проекция Того Молодого Человека Которого Ты Любила В том Воплощении И Я Призываю Сюда Ален Аленушка Да Это Она Хорошо И вот Смотрю Я Проверяю Идентичность Эфирная Данка Да Она Сливается С Владиславом И Сливается С тем Молодым Человеком Сто Процентное Соответствие Как и Спрашиваю У Екатерины Какое Эмоциональное Препятствие Какая Эмоциональная Блокировка Не позволяла Тебе Воспринимать Алену Легко И радостно Что это Было Показывает Накармический Узел Потому что В итоге Не статус Кво Возник А возник Кармический Узел Интерференты Его старательно Завязали По сути Получается Что И парень Не сразу Умер Обвинил Себя Она Не винила Она Наоборот Себя Винила Себя Винила Она 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 Себя Отвлекла Его Она Хохотала Она Что-то Рассказывала И Посчитала Что Это Она Отвлекла Его И вот Это Взаимное Чувство Вины Друг Перед Другом Идет Вот Вот Она Эмоциональная Привязка А интерференты Это Закручивают В Кармический Узел И в результате Следующее Воплощение Он Приходит В качестве Сына Первенца Для того Чтобы Все это Разрешить А идет Еще большее Завязывание Кармического Узла И затем Когда приходит Уже Девочка И вроде бы Нет причин Для Каких-то Негативных Взаимодействий Идет Некая Холодность Некие Опасения Внутри Неосознанное Опасение Что что-то Не так И нервы Не в порядке И депрессия И что-то Вот как Эхо Идет Эхо От тех Событий Идет Эхо Как воспоминание Тех Событий Какого-то Негатива Чего-то Страшного Какой-то Боли Какого-то Преддверия Разверзающихся Показывает Какого-то Разверзается Преисподняя Вот так И Как образ Это не возникает Но фон Идет Эмоциональный Очень холодный И это Как препятствие Между ней Вот этот узел Не дает им Сблизиться Матери и дочери Не дает Сблизиться Дважды 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 Завязанный Кармический Узел В чем дело Хорошо Раз мы это Все увидели Солнышко А давай с тобой Мы перепроживем Аленушка Просто исключить Схлопнуть Помнит Нет необходимости На том Он комплане Длить Это Воплощение То есть Она его Изымает Вот ту ветку Реальности Полностью Обесточивает Какого-то Не приходило И пришла Как с чистого Листа Вот пришла К мамочке И папочке Как с чистого Листа Да Вы можете Сейчас Попросить Друг у друга Прощения И простить Друг друга Искренне И от всего Сердца Да Они благодарят Друг друга За уроки За опыт Убирают Эмоциональную Привязку Производят Полный Полный Энергообмен Обнимаются Ой Аленушка Говорит Мама Я тебя люблю Вот она сейчас Прям Как девочка Они Не равного Роста Она вот Просто девочка Какого В своем возрасте Замечательно Благодарю тебя Другая Побудешь Еще здесь Я все время Здесь Сейчас Посмотрю Еще в энергосфере У мамы Постоянно Да Еще в энергосфере Мамы Хорошо Хорошо Так Продолжаем Екатерина Момент Подписания Контракта Вот она Пишет Расторгу Она Призывает Силы Кармы Она Громогласно Так Свидетельствует Она Довольно Редко Вижу Она Просто Максимум Информации Передает О том Что Было Информационно Сопровождает Это Все Дает Информационный Пакет Она Обвиняет Насколько Вот Искусственным Образом Как Вмешивались В сценарий Человека Пришедшего На Землю По Собственному Сценарию То есть То Что Запланировала Она Было Попрано Было Осквернено И И В то же Время Интерференты Такое Сотворили Чтобы Достигнуть Своих Целей Чтобы Подсадить Ее На Последующий Контракт Она Информационно Сам Контракт Предоставляет В качестве Улики Да Она Сейчас Сканирует Себя Извлекает Все Имплантирование И Поскольку Речь И Об Инсектоиде Проверяем Какие Блокировки Стоят У Тебя В Области Правого Полушария Да Именно Здесь Они Стоят Вбирай Все Это И Воздействие Что Воздействовало Твою Гормональную Систему На Периферическую Нервную Систему Да Извлекает Все Все Это Этому Инсектоиду Пускай Примерить На Себе И Все Переброшенную Карму Ну Поскольку Алена В твоей Энергосфере Я предлагаю Тебе Вот Аленушка Помоги Алене Тоже Все Это Ему Возвратить Мы По праву Мамы Ты можешь Расторгнуть Контракт Если Такое Существует У Алены Это С этим Существом С этим Интерферентом Прямо Буквально В моменте Когда Впервые Эта душа Приходит В качестве Твоего Ребенка И Второй Раз Также Просканируй Все Ли Очищено Да Она Это Делает Я Сейчас Алене Тоже Даю Информацию В Ядро Сознания Обо Всех Сеансах Которые Проводила И Предлагаю Проработать Все Эти Моменты И Очистить Сферу Своего Сознания От Всего Чужеродного Нас Снова Блокирующего Тебя Да Она Работает Хорошо Я возвращусь Когда Вся Работа Будет Вами Полностью Завершена На Один Два Три Да Завершили Алена Благодарит Она Так В Подушки Сложила Благодарит Я Тебя Благодарю Дорогая Да Провожаем Ее Сейчас Я Закрываю Портал И Продолжаем С Екатерины Энергетику Своего Тела Восстановим И Взаимодействие Всех Органов И Систем И Поработай С Нервной Системой Центральной Нервной Системой С Периферической Кимбическую Системой Символизмой И Соответственно Гормональная Сфера Ментальные Поля Да Навела Порядок Хорошо Еще раз Просканирую Все ли Последствия Отданы Истинным Виновникам Вся ли Переброшенная Карма Возвращена Да Все Сделано Да Она Передает Сейчас Этого Инсектуида Кармическому Совету На суд Первого Источника Так Что касается Этой Рептилии Мелкой Есть у нее Оправдательный Документ Почему она Здесь В настоящее время Ничего нету Ничто не Оправдывает Ее Присутствие Поэтому Если считаешь Что она тебе Нужна Можешь Оставить Если она Свою миссию Исполнила Как ты понимаешь Что Возвращаешь Все Что принадлежит Ей Забираешь Все свое Через филитр И кармическому Совету Да Она передала Хорошо Все филитры В аннигилятор Благодарю Представителей Совета Кармы Открываем Портал Проверяю Сейчас Ментальную Карту Прежде чем Проверить Давай проведем Целостно Литва Душа На все 100% Нет Еще Призови Все частицы Своей души Которые Были Переданы Тобой Либо Похищены Тебя Либо Обманным путем Были У тебя Изъяты Да Через Фильтр В положенное Место Фильтр В аннигилятор Да Настоящее время Проверяю Целостность Своя душа На 100% Да 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 Тщательно Благодарю Тебя За это Пояснение И за Вот эту Работу Очень Оперативную И Многоуровневую Многоплана Так Сектор Контрактов Проверяю Пусто Сектор Интерферентов Пусто Сектор Эгрегоров Программ Программ Наш ум Из Окружающего Информационного Пространства Буквально Начиная С самого Детства Откладывает Прозапас И складывает Как Плюшкин Ничего Не выбрасывает Все пригодится Все пригодится А это В конечном итоге Влияет На Наше Понимание На наше Осознание Самих Себя На наше Осознание Своего Внутреннего Мира И Мира Внешних Взаимодействий Наших С другими Людями Поэтому Важно Проводить Эту Ревизию Наводить Порядок Генеральную Уборку Регулярно Наводить Генеральную Проводить Генеральную Уборку В сфере Своего Сознания Это и Есть Духовная Гигиена Просто Сознание И Духовность Мы очень Часто Не Видим Что Это Тождественные Понятия А Если Задуматься Вдуматься Поглубже То Так Оно и Есть Да Она сейчас Ментальный Пылесос Создает И Наводит Там Порядок И У нас Сектор Магии Сектор Магии Давай Посмотрим Какие У нас Ну С папой Мы уже Поработали Да Он был В секторе Магии Но Мы с ним Проработали Я просто Смотрю Сейчас Она показывает Что вот Здесь Был Папа Показывает Буквально Мне вот так Рукой Вот здесь Был Папа Ну Я вижу Что да Там Пустое Место Там Нет Проекции Папа Потому что Мы уже С ним Поработали Конечно Мама Очень Такой Мягкий Проекция Мамы Очень Мягкая Она Просто Даже Считывается Как такая Уютная Уютная Но Все-таки Она В секторе Магии Ты можешь Просто Перепрожить Это Воплощение Если Хочешь Давай Посмотрим Более Серьезные У нас Магического Свойства Сама По отношению К себе Еще Сидит У нее Веревочек Этих В руках Уже Нет Но Она Сидит На Стуле В позе Одинокого Совершенного Человека Голова Опущена Спина Прямая Голова Опущена Руки Сложены Вот так Вот На коленях У нее Поза Одинокого И удрученного Человека Что Какие События Привели К тому Что ты Сама По отношению К тебе В секторе Она Говорит Что Сейчас Как это Недоверие Своему Пониманию Себя А вот Сейчас Звучит Такой Идти На поводу Чужого Восприятия Реагировать На то Как К тебе Относятся Другие Восприимчивость К мнению Других Говорит Чрезмерная Восприимчивость К мнению И вот Эта готовность Осуждать Себя Причем Она так Показывает Интересно Как будто Она впрыгивает В костюм Тех Взрослых Которые Присутствовали При ее Взрослении Вот В ее детстве В ее юности Она как будто Когда хочет Себя Осудить Она распрыгивает В его костюм Приобретает Его образ И говорит Теми словами Которые В детстве Шаблоны Восприятия И обвинение В свой адрес Произносит Как будто Чужими словами Как будто Чужим голосом Как будто Чужой манерой Говорить И вот Таких фрагментов Очень-очень-очень Много Понятно То есть Сама по отношению К себе А давай Перепроживем Вообще Твое Воплощение Потому что Чего-то еще Такого Убительного Я просто Не вижу Сейчас я Перепроверяю Те аспекты Перепроверю Те аспекты Которые Были упомянуты В письме И задам Просто Конкретно Вопрос Екатерине Екатерина Истинно ли Что Люба Магичила По отношению К тебе Завидовала Либо производила Какие-то Магические Ритуалы Было это Нет Говорит Всего лишь Завидовала Ну это вот Как бы Зависть И кто говорит Однобокая Такая Зависть Какая-то Какая-то Такая Однобокая Именно По-другому Она другого слова Мне не предлагает Именно Однобокая Недовольство Собою Своей жизнью Своей судьбой И Как бы Желание Проживать чужую жизнь Желание Проживать Свой сценарий Но это Ее программа Это В секторе магии Сейчас Любы Нет Проверяю Есть Ее отпечатки Хотя бы Нет Этого нет Хорошо Давай еще Посмотрим Бабушки Прабабушки Нет Этого нет Подруги Которые Помогали Исцелять Либо Что-то Вот Сделать Нет Этого нет Ну вот Я говорю Только сама У себя И вот Эта вот Поза Интересная Такая Запущенная Голова Смиренная Я бы сказала Поза Поза Смиренного Одиночества Какая-то Оторванность Отрезанность Отвергнута Но смирение Этой карусели Не происходит Нужен Ну не так Чтобы никому Многим Не нужен И соответственно Не возникает Желания Выходить Выходить И проявлять Себя И дарить Себя Этому Миру И проявлять Первоисточник В этом мире Сквозь себя То есть Нет вот Этого Желания Ну Идет Слово Экспансия Нет Желания Предлагать Себя Предложить Себя Для Взаимодействия Это Такое Какое-то Сворачивание Закручивание Стискивание Себя И она Показывает Свою энергосферу Вытянутую Вот это Внутри Это Как раз На уровне Верхних Чакр Идет Как бы Принято Решение Не распространяться Не занимать Слишком Много Места Всегда Смотреть Угоден ли Ты Кому-то Из дальних Ближним Да Ты нужен Ты видишь Этому Подтверждение Каждый день Но когда Речь идет О дальних То идет Вот как раз Этот фон Раз меня Не зовут То я Значит И не нужна Но ведь Ты же еще Не предложила Себя Может быть Многие И знать Не знают Что ты готова Сделать шаг К ним Навстречу То есть Вот это Идет Рассинхронизация Взаимодействия С дальним Кругом И вот Это у нее Стационарная Поза И Огорчение Такое Что вот Не зовут Зовут И позовут Люди Это тоже Считывают Что они Не очень Это тебе Не нужны Поэтому Поэтому Что касается Дальнего круга Здесь нужно тебе Я думаю Помыслить И навести Порядок Она говорит Что это Отчасти Как раз Было Обусловлено Тем Что Долгие Годы Полняла Роль Жены Домохозяйки Матери И Не было Коммуникации Профессионального Характера Там Где Нарабатываются Навыки Общения С незнакомыми Людьми Этого Было Недостаточно И Произошло Окукливание Сворачивание Полей Полей Взаимодействия С дальним Кругом Хорошо Итак Давай Контракта Нет И мы С тобой Перепроживем Скажи Как Да Она показывает Входит Дает информацию Отцу И матери О том Что она Свободная Душа И она Пришла К ним Без Контракта Да Дает Информацию Ядро Сознания Предлагает Им Рассветиться И Перепроживает Момент Зачатия Вынашивания Помогает Себе Родиться И Дальнейшее Взаимодействие Да С братом И С сестрой Также Также Дает Дает Информацию В том Моменте Когда Впервые Выходит С ними На Контакт И Последовательно Все Бабушки Дедушки Тети Дяди Братья Большая Семья Да Такой Светвичок Пришел В рот И дает Всем Информацию И Родовое Древо Давай Одновременно Посмотрим Вот сейчас В этом Моменте Есть ли Какие-то Негативные Родовые Программы Унаследовало Ли Что-то По Отцовской Линии И По Материнской Линии Нет Негативных Родовых Программ Этого Нет Объясни Пожалуйста Почему Во сне Видела Вот что-то Там Сны С зубами Нужно Свою Рот Чистить Это От Кого Шла Информация От Высшего Я Нет Показывает Что Информационное Поле Перенасыщено Разговорами О роде Это Немножечко Другое Это Иллюзия Это была Реальная Иллюзия Она Показывает Что Большое Желание Позаботиться Обо всех То есть Перенести Как бы Перенести Как кальку Свою заботу О детях На Заботу В более Большем Масштабе Перенести На весь Свой род Сейчас Спрошу Екатерина Достаточно Ли Будет По твоему Менению Дать Информацию В корень Задового Древа И Послать Просто Энергию Своей любви Благодарность Импульс Да Говорит Этого Достаточно Хорошо Сделать Да Она Дает Информацию Об Освобождении Души Все Обладатели Сходной Генетики Получат Эту Информацию Она Там Размещается До Востребования Да И Она Обнимает Сейчас Родовое Древо Наполняет Его Энергии Своей любви Благословляет Его Так идет Интересно Благословение Благодарит И благословляет Кланяется Прям Вот В пояс Кланяется Да Отстраняемся Сейчас От родового Древа И На месте Взаимодействия Со всеми Родными Изросления Школьные Годы Ну Она Показывает Благоприятный Сценарий Там Где Папа Добр Весел Не Зло Употребляет Это Сейчас Возможно Если Переспрошу Георгий Это Здесь В ходе Сеанса Да Они просто Выровняли Эти взаимодействия Нет Нужно Сейчас Повторять Пройденные Уже Ошибки Вот Сейчас Все Это По Благоприятному Сценарию Происходит Взаимодействие С Семьей Папы Ну И взаимодействие С семьей Мамы Да Ты можешь попросить Прощения У всех Взрослых В каждом Из моментов Не допустив Вот каждый из моментов Негативных Взаимодействий Где ты не слушалась Где ты кричала Где ты жаловалась Где ты дули крутила Вот это вот Все Убираем Просим прощения У своих Любимых Родных И справляем Все эти моменты Тут же И производим Тут же Энергатный Высвобождаем Себя Из кармических Зависимостей Высвобождаем Всех Кого мы любим Из зависимости Перед нами Угу За взаимодействие С Вячеславом А ведь Действительно Как интересно Вот я вижу Мальчика Девочка А ведь На тонком плане Уже просто Считывается Что они Что они пара А прежде А прежде Встречались Воплощениях Земных Да И тоже Были близкие Взаимодействия Семейные Да А в других Мерностях Других На других Планетах Вообще Семейные Да То есть Вы так вот Вместе И ходите Видимо Одной группой Какой-то Не группой Говорит Парой Еще один Вопрос Ваши Взаимодействия Кармически Обусловлены Нет Говорит Нам интересно Вместе А ролями Менялись Когда-то Мальчик Девочка Мальчик Девочка Мальчик Да Было Было Понятно Еще вопрос Я не очень Люблю эту фразу Тем не менее Спрашиваю Является Ли Вячеслав Для тебя Екатерина Родственной Душой Да Или нет Она говорит Мы созвучны Как бы Настроены Один Камертон Один Камертон То есть Вот это Звучание В одном В каком-то Вибрационном Диапазоне Показывает Понятно Говорит Дружественные Созвучные Близкие По спектру Задач И методом Решения Этих Задач Способом Прохождения Каких-то Уроков На В плотных Мерностях Воплощениях Она говорит Можно назвать Это Родственными Душами Мы просто Обладаем Значительным Опытом Взаимодействия Поэтому Можем Прорабатывать Более Глубокие Задачи Более Объемные Задачи Более Многомерные Задачи Можем Решать В ходе Одного Воплощения То есть Это Как бы Такое Взаимодействие Оно направлено Не на расширение Опыта Взаимодействия А на Углубление Познания Самих Себя И говорит Мы можем Даже Не осознавая Умом Оказать Друг Другу Содействие Даже Помимо Того Что Думает Об этом Наш Рациональный Ум А вот Есть Изнутри Толчок И Идешь По По той Траектории Которую Подсказывает Душа То есть Твоя Линия Поведения Продиктована Зачастую Задачами Души И Вот В этом Созвучии Как раз И происходит Максимально Благоприятные Создаются Условия Для Того Чтобы В ходе Одного Воплощения Пройти Более Значительный Объем Уроков Да Она подтверждает Понятно Хорошо И вот эти Взаимодействия Также ты можешь Вот она Дает информацию Ядра сознания При встрече И все Последующие Взаимодействия С ним Выстраиваются Наиболее Благоприятном Ключе Так С его Родителями Взаимодействие С Натальей Да Информацию Дает Я хочу Проверить Наталья Является Для Святосознания Да Является Но Заблокированная Почему Видела Образ Натальи В секторе Магии Что это Было Ну это Как ранение Это Неоднократные Ранения В области Эмоциональной Сферы Это Просто Многократные Воздействия С позиции Сильного Вот это Вот Недовольство Ментальное Насилие По сути Дело Да Подтверждаю Сейчас Екатерина И я Обращаюсь К Наталье Сейчас Хочу Спросить Хочешь ли Ты отменить Все эти Взаимодействия Да Говорит Хочу А ты В настоящее время Свободна Нет Не свободна В воплощении Находишься Да По контракту Да Что ж Информацию Да Вот сейчас Екатерина Дает информацию Ей Ядро сознания Я тоже Даю информацию И покажу Мне Как ты Перепроживаешь Все Взаимодействия Со своими Взаимодействия Ну Покажут Как подружки Здесь журналы Перелистывают Смеются Шептятся Тихо 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 Чтобы мужчины Не слышали То есть Вот какие-то Женские Нашлись Какие-то Темы Для Того Чтобы могли Взаимо Обогащать Друг друга Взаимодополнить Друг друга Пекут Что-то Это Прям Вот Вижу Как на Противень Отсаживают Печенье Из какого-то Какой-то Аппарат Что-то вроде Сплица Такая То есть Как-то Вместе На кухне Как-то Разделили Обязанности Вот это 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 И Спрашивают Сейчас Наталья Невестка Ника Два рук Пришлась Да Я Говорит И подумать Не могла Что она Такая Стереотипа Убеждения Ложные Убеждения От ума Она Говорит Я Раскаиваюсь Она Просит Прощения И вот Сейчас Энергообмен Екатерина Нужен Энергообмен Полный Произвести Ну По принципу Возьми себе Все свое Отдай мне Все мое Так Делают Обнимаются А вот Сейчас Ко мне Поворачивается Просто Раз Так Повернулась Реско Наталья Благодарит За возможность Исправить Траекторию Моей Сегодняшней Жизни Я рада Если это Помогает Тебе Только Рада Сейчас Провожают Сейчас За пределы Энергосферы За пределы Рабочего Пространства Закрывает Екатерина За ней Портал Хорошо И дальнейшие События Дальнейшие Взаимодействия Вот момент Первенец Твой Ты можешь Перепрожить Иначе Потому что Владислав Схлопнул Воплощение Как хочешь Ты Она говорит Это мой опыт Я не хочу Этого вычеркивать Из памяти Моей души Это мой опыт Хорошо В таком случае Исключи Травму Саму травму Психоэмоциональную Травму Нужно исключить То что мы Перепроживаем Создаем Другой век Реальности Это нацелено Не на то Чтобы мы Забыли О том Что было А на то Чтобы исцелить Наши плотные Хоть и энергетические Но плотные Тела Это только Для этого Делается Чтобы здесь В полях Присутствие В земном Воплощении Это не тяготило Не создавало Почвы Не создавало Условий Для Каких-то Вот Болезненностей Неприятностей Поэтому Смотри Какое решение И все Помахало Лотком Вытерло Слезы Проводило Она его Вырастила Она его Вырастила На тонком плане Она его вырастила И отпустила Взрослого Хорошо Хорошо И дальнейшие Твои детки Последовательно Максим И еще раз Можешь Как свободная Женщина Свободная Душа Ты можешь Перепрожить Всю беременность Выносить И родить Его свободным Да Ты можешь Помочь ему Убрать Те Блокировки Которые Есть В его Энергосфере По праву Мамы Я сейчас Также Даю Максиму Алгоритм Да Даю Информацию Обо всех Сеансах Которые Я проводила Вот этот Алгоритм Освобождения И для Анечки И для Алены Также Даю Информацию Я предлагаю Гриберельную Гриберельную Структуру Нет Ни одной Родовая Ячейка Все в порядке Почищено И вот сейчас Она С детками Хорошо Я возвращусь Когда вся эта Работа Будет Тобой Полностью Полностью Завершена Один Два Три Да Я Возвратилась Сейчас Максима Хочу Спросить Позволишь Поработать С тобой Для тебя Да Он позволяет Покажешь Ментальную Карту Да Он разворачивает Ну как интересно Все таки Чувствуется Сразу Следующее Следующее Поколение Очень интересно Выглядит Ментальная Карта С Такими С элементами Игрового Поля Компьютерного Интересно А что Говорит Нет Хорошо Все хорошо Очень хорошо Просто Некая Особенность Которую Я озвучила Что Когда Разворачивает Ментальную Карту У всех Это по-разному Просто Описывать Это Каждый Раз Никакого Времени Не хватит Но Интересно У него Хорошо Проверяю Сектор Контрактов Пусто Сектор Интерферентов А здесь Есть Кое Кто Ты Видишь Вообще Его Да Вижу Говорит А зачем Он тебе Нужен Показывает Что Без Него Забудется Останется Неисполненным Показывает Текст Грегоров Программ И программ Есть Некая Программка Которую Ему Нужно Будет Обнаружить Она Кстати Родовая Это Программка Интересно Так Может Это Породу Владислава перед своим родом по отцовской линии. То есть было нечто, что ему следует осознать. Так, хорошо. А почему мы не можем сейчас это в ходе сеанса сделать? Можем или нет? Нет, говорит. А почему? Открысни, пожалуйста. Я же не все еще знаю, научи мне. Первое, первичное условие, чтобы рациональная часть почувствовала изнутри потребность в том, чтобы найти ответы на вопросы. Как только рациональная часть озадачится такими вопросами, это будет означать, вот как бы пора пришла, время пришло. Так, а сейчас мы можем отработать таким образом, чтобы когда рациональная часть пробудится и задаст необходимые вопросы, чтобы все это в автоматическом режиме ты, как высшая проекция, мог произвести. Можно так сделать? Да, говорит, можно. Так ты это сделал? А что мешало? Недостаточный опыт. Взаимодействие с плотными полями пребывания. То есть не знал, что так можно и делать. Теперь знаешь. Просто проверь, просканируйте по своему информационному каналу, можно ли сделать так. Можно, говорит. Ну так сделай. Давай на тот компланет и все это исправляешь. Но оно остается в зафиксированном, стабилизированном состоянии. И влияние этой программы на энергосферу, влияние этого интерферента, может быть, даже на энергосферу, рациональной части, вот как бы самого Максима, будет пролонгировано до тех пор, пока он не пробудится. Пробудится, все, хоп, сделано. Но если не пробудится, просто пойдет дальше с этой задачей в следующие воплощения. Улыбается. Это, говорит, маловероятно. Он, говорит, показывает, он как будто стоит одной ногой, балансирует, ласточку такую делают. Он одной ногой буквально на пороге стоит и вот сохраняет равновесие, не откатиться назад, но и не двинуться пока вперед. То есть он буквально на пороге. Вот тогда тем более. Хорошо. И все последующие взаимодействия Екатерина давай посмотрим с Максимом как-то весь процесс воспитания и взаимодействия с супругом твоим. Создайте иной сценарий, перепроживите иначе. Все детство и взросление Максима вплоть до момента здесь сейчас. Да, сделали. И полностью энергообмен произведите. Каждый забирает через фильтр все, что сам сотворил и последствия сотворенного. Мы выбираем эмоциональные привязки. С Анечкой тоже самое. Последовательно. Сделано. Хорошо, давай-ка я посмотрю. Анечка, позволишь посмотреть ментальную карту? Не разрешает. А позволишь поработать с тобой для тебя? Да. Тогда разверни ментальную карту. Она как будто вопросов не поняла. Поняла, говорит. Теперь все хорошо разворачивает. Контрактов нет. Интерференции нет. Сама у себя в секторе магии есть. Это без осознания рациональной чести никак не исправится. Понятно. То есть это было оставлено. Потому что было соприкосновение с магией. И впечатлена была. И это как бы не исторгается без осознания рациональной чести. Зато сделано все возможное, да? Да, сделано. Хорошо. Эгрегоры и программы. Да, тоже. Ну, остались там программы. Остались программы. Четыре штуки остались программы. Но это те программы, которые ей нужны для того, чтобы ее личность, ее характер, ее понимание своих задач было сформировано для того, чтобы она могла наилучшим образом исполнить задачу своего воплощения. Хорошо. Благодарю. Благодарю Анну. И еще раз давайте посмотрим с Аленой. И момент зачатия, да, и беременность, рождение, и последующие все взаимодействия. И попутно, да, забираете все свои негативные воздействия и их последствия. Каждый забирает свои. Ну, вплоть до момента здесь и сейчас. Хорошо. И спрошу Алену, покажешь свою ментальную карту? Говорит, вы уже смотрели. Ну что? Что? Хочу быть спокойной. Покажу, пожалуйста. Да. Контрактов нет. Интерферентов нет. Но показывает, что она оставляет себе. Три программы она себе оставляет. И привязка к одному из эгрегоров она себе оставляет пока. А она говорит, что существует в ее энергосфере как бы спусковые крючки, клапаны, либо занозы такие. Даже не знаю, как это сказать. Сигнальные такие рычажки. Которые ей своевременно напомнят о том, что в случае, когда она не нуждается в этом, она может вывести это за пределы своего внимания, не питать своим вниманием. И оно станет угасать и в конечном итоге останется, ну, расформатируется, поскольку эти программы живы до тех пор, пока мы питаем энергией своего внимания. Она оставила себе такие зарубочки, зацепочки, что в случае, когда рациональная часть себя чувствует, что это для нее лишнее, запускается программа просеивания, сепарации и ликвидации от того ненужного, что для рациональной части видится как ненужное. Естественно, во благо ей, во благо всему мирозданию, естественно, под присмотром Высшего Яма. Хорошо. Хорошо. И вплоть до момента, где сейчас перепроживаем все взаимодействия. И каждый забирает все свое программирование, ментальное, эмоциональное. Да, все вот эти обиды расформатируем, все обиды друг на друга, все прозрения совести, что это вообще такое. Все эти иллюзии предательства. Вы – единая семья. Если Вы не любите друг друга, то кто же тогда любит? Если Вы не умеете любить, то кто же тогда умеет? И да, Вы можете вот так всей семьей призвать своих родных, можете все вместе. Вот как. Они к родовому древу идут, показывают. И призывают всех, кого знают в этом воплощении. И одаряют их, как бы. Они стоят возле родового древа, и они как бы одаривают всех пришедших информацией. Да, сделали. Так, я отстраняюсь от этой информации. Благодарю всех участников. И провожаем, закрываем портал. И сейчас я обращаюсь к Екатерине. В настоящее время как ты себя чувствуешь? Я предлагаю устроить еще один небольшой перерыв. Да, она меня отпускает. Я отстраняюсь сейчас от всех и от всего, покидая рабочее пространство. За счастье моим сознанием, физическое тело. Большой получился заплыв. Это прекрасно. Я подразумевала. И после ваших каждой из прослушанных сеансов, тоже испытывала тесто. Но вот это погружение в свою семью, это прекрасно. И то, что сколько лет я реально мучил этот вопрос смерти первого сына Владислава. Я испытывала тесто вины. Но то, что это Алена, для меня это такое счастье. И когда вы предложили мне переправить его развление, я тут же себе заговорила. Я хотела его вырастить, вырастить. Я никогда не хотела схлопывать этого. Я хотела дать ему свою любовь, вырастить. И мы все это проговаривали. Я ввела этот сяанс на ситуацию. Это прекрасно. Я вам благодарна. И вам и тем же всем проекциям. Это такой труд. Это такой упорядоченный у меня в жизни. Это генеральная уборка. И как это еще влияет дальше на наших детей, на наш род. Замечательно. Ну, я очень рада. Я же говорю, я в сяансе не командую. Пойди налево, пойди направо. Сделай так. Сделай так, как лучше. Потому что тебе виднее. А я буду посматривать, да учиться. Ну что, мне-то откуда знать, как лучше для вас. Я очень рада за папку. Он реально был хорошим. Он выполнил свою роль. Я очень рада, что он свободен. Я рада за свекровь. И за всех, за всех. Я реально всех очень люблю. Семью, семью, семью всех моих родных и близких, и друзей. Это всегда было искренне. Поэтому так вот и получается. Поэтому так. Ну, потому что я говорю, она в самом начале была в секторе магии. Ну, неужели же магичило что-то? Нет, это просто, вот знаете, домашняя тирания. Я столкнулась с этой тиранией, вот, вместо моего мужа потом в последствии. Это как программа такая была. Это интересно, мне было тяжело. Я все выринвозировала, я подстраивалась. А когда вы сказали, что вот мы с ним глубоко прорабатываем, вот это и было, это глубокое прорабатывание. Не разрушить семью, не разбежаться, а найти вот эти пути взаимопонимания. И я уступала, и он уступал. И на сегодняшний день мы пришли к прекрасному результату. Вы молодцы, это чудесно. Я очень рада. Ваша проекция дает такие ответы на вопросы. Столько информации, я просто сама. Очень интересный получается сеанс. Я с этой жизнью выринвожу, вот, поэтому, вот, это поздно. Я могла бы дать столько, но кому? И кто не слышит? Начинает говорить о чем ты? Я все время это себе замыкала. Я высказывали все время. Это я. Я хочу сказать, но не говори. Я молчу. Это могу я поговорить, начала вот высказываться буквально только последние годы. А тут всю жизнь я все время старалась подстроиться. Не сказать лишнего, не выводить, не закинь мои эмоции, чтобы сохранить, наладить, декоративировать. Да, вот, присутствие бытие, гармоничное. Это я. Продолжение следует.